Ваня, мы рады приветствовать в нашей команде. Добро пожаловать в Сае. Мы его, в принципе, уже давно били, еще с прошлого сезона. Это качественный футболист, который нам однозначно поможет. Мы очень рады, что он в нашей команде. Надеюсь, он принесет очень вкус. Мне было 7 лет, и отец прочитал, что ЦСКА проводит набор средних игроков моего года рождения. Мы позвонили, записались, приехали на просмотр, и меня сразу взяли. И так я оказался ЦСКА. Самая яркая, наверное, дебют за главную команду футболистской страны. Ездил несколько раз на сборы, и Вася Березуцкий шутил, что он не замечал тебя в команде несколько недель, потому что ты очень скромный, если я был и с кем не общался. Ну да, был такой. Ну я парень, мне 18 лет, я приехал в главную команду. Рядом такие игроки, как Березуцкий, Димашевич, Фифф, естественно, с ними контакта не было. В основном я общался только с ребятами, что с Туполем мы вместе приехали. Боб, в первую очередь, он не боится брать его на себя. Очень активный, техничный футболист, со светлой головой просматривается. В составе молодежной команды ты играл в Лиге Чемпионов. Насколько это вообще крутой турнир, когда соревнуешься со своими сверстниками? Ну, это очень интересный турнир. Ты можешь посмотреть свои силы не только среди игроков в Лиге Чемпионов России, но и среди себя с европейской командой. Очень интересно играть, перелеты, матчи, тем более потом ты едешь смотреть главную команду. Это все очень интересно, хорошая опция. Когда ты понял, что в главной команде не так много шансов и решил поехать, понаил сначала в аренду, а потом уже на постоянной основе в жене? Ну, лет 20, наверное. Раньше я понял, что нужно идти дальше, уже играть не с ребятами, а с южиками. И поехал в Шинник тогда сначала, но там между клубами не получил договориться. Пришлось еще полгода, так сказать, повариться в клубе, и уже потом зимой я ухожу. Как отличить Алийникова и Олийникова? Ну, да. Будет тяжело. Он главный тренер, поэтому и у Лейникова зовут Ваня, а Лейникова – Вася. Поэтому очень тяжело. Я думаю, что это будет удовольствие поставить. Нет, мы чаще путались, когда называли составы и говорили о Лейникове, и мы не понимали, кто из нас – я или Вася. И сейчас тоже там по-разному. Как думаешь, он сможет помочь, поделиться информацией по матюшиннику? Ну, надеюсь. Я думаю, конечно. Будем упутать. Ваня, сегодня были твои первые горки. Как впечатления? Да, хорошая такая получилась нагрузка. Но у меня чуть было меньше, чем у ребят. Потому что первый раз сбегал, на четыре серии поменьше. В целом, где-то около двух километров. Горка с забеганием лень бегом достаточно хорошая работа. Ножки подзабились. Как теперь будешь восстанавливаться? Да, сейчас схожу сразу после травки в бассейн, поплаваю, потом вечером на массаж. Штаны сделаю. Ваня, скажи, пожалуйста, как тебя приняли в нашей команде? С кем ты больше всего общаешься, с кем живешь? Да, хорошо приняли. Живу я с Морозом. Ну, мы с ним больше всего и общаемся. Вместе там и играем, когда есть время свободное. Там вчера в тренинг сходили, поиграли. Так со всеми потихоньку уже начинаю знакомиться, общаюсь. Команда довольно молодая. Поэтому легче находить общий. Я жил в Воронеже на базе, Ярославле на базе. Ко мне жена приезжала на домашний матч. Там вместе оставались в Ярославле, время проводили. Либо я ездил в Москву, когда давали выходные. Если мы говорим о Чайке, довольно молодая команда. Буквально мы только второй год играем в ФНЛ. Наверняка стал гуглить эту информацию о нас, что первое нашел в интернете. И какое тебе сложилось первое впечатление перед тем, как попал в команду? Ну, команда достаточно хоть и молодая, но амбициозная. Я знаю, планы говорят, что команда хочет играть в Кемьер-лиге. Ну, это, конечно, любой футболист, я думаю, в России, мечтает играть в Кемьер-лиге. Это, ну, потому что настояние нужно сначала. То есть, если ты закрепился уже в Кемьер-лиге, можно уже подумать о Европе. Поэтому я считаю, это хороший шаг. Хочу в РПЛ себя показать уже после этого Европа. Но я думаю, мне бы ближе чемпионат Испании.